В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте. Коротко о некоторых темах выпуска. В Муравленко наблюдается снижение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Такие данные были озвучены в ходе пресс-конференции сотрудниками окружного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Подробности в сюжете нашего корреспондента Надежды Деминовой. Сотрудники наркоконтроля отмечают, город Муравленко имеет свои особенности и определенные факторы, которые влияют на оперативную обстановку. Так, например, еще до 1 июня была сокращена безрецептурная продажа кодейно-содержащих препаратов, что принесло определенные результаты. На территории Муравленко уже до этого предпринимались ряд решений на местном уровне, чтобы ограничить продажу кодейно-содержащих препаратов. Поэтому на территории Муравленко широкого распространения наркотического средства дезаморфин не получило. То есть его распространение локализовано. Тем не менее, этот наркотик в городе производился. По словам правоохранителей, его изготавливали из препаратов, завезенных из Ханты-Мансийского автономного округа, где, по всей видимости, некоторые реализаторы фармацевтической продукции игнорируют запрет на продажу этого вида лекарств без рецепта. Если говорить о каналах поставки наркотиков в город, то в этом году сотрудникам наркоконтроля удалось перекрыть 7. Из Ханты-Мансийского округа, Свердловской и Тюменской областей, Алтайского края. Работа ведется и есть серьезные результаты. Недавно буквально изъяли крупную партию марихуаны, проводятся исследования. И надо отдать должное сотрудникам, то, что сработали на упреждение. Они не дали поступить наркотику в оборот на территорию города, изъяли его превентивно в виде пресечения самого канала поставки при доставке в город. Остается острая проблема роста количества наркопритонов в Муравленко и соседнем Ноябрьске. В этом году в нашем городе выявили три точки изготовления и распространения наркотиков. Местонахождение большинства наркопритонов удалось установить благодаря сигналам от населения. На территории города Ноябрьска ликвидировано на сегодняшний день 22 наркопритона. В прошлом году было ликвидировано 16 за весь год. То есть мы видим негативную тенденцию увеличения количества действующих наркопритонов, три из которых на территории города Муравленко ликвидированы. Не последнее место в борьбе с распространением наркотиков занимает первичная профилактика. Работу с населением проводят специалисты управления образования, здравоохранения, правоохранительных органов. Это, например, информационно-просветительская деятельность, какие-то лекции, уроки, получается, профилактические в школах, повышение квалификации специалистов, которые именно проводят эту профилактику, различного вида конкурсы, акции профилактического действия, куда действительно привлекает большое количество населения. И вот эти мероприятия, они все направлены на формирование здорового образа жизни. Противодействие распространению наркотиков – задача не только правоохранительных органов и членов антинаркотической комиссии – бдительными должны быть и сами муравленковцы. Если имеются какие-то факты или информация, всегда можно позвонить на телефон горячей линии по номеру 22-1-78. Возможно, ваше неравнодушие и своевременное обращение поможет спасти чью-то жизнь. Надежда Деминова, Михаил Муштареев, телерадиокомпания «Муравленко-ТВ». Муравленковские полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег. В конце августа в дежурную часть отдела Министерства внутренних дел по городу Муравленко поступило заявление от жительницы города. Женщина сообщила, из комнаты общежития, где она проживает, похитили кошелек, а также портмоне ее знакомого. В распоряжении злоумышленника оказались не только деньги в сумме около 27 тысяч рублей, но и банковская карта вместе с пин-кодом. Обналичивать деньги преступник отправился в Ноябрьск. В одночасье он разбогател почти на 100 тысяч рублей. Но счастье злоумышленника было недолгим. В ходе проведения оперативно-развитых мероприятий сотрудниками МВД России по городу Муравленко гражданин, совершивший кражу, был установлен и дал признательные показания, после чего по факту кражи был допрошен в качестве подозреваемого. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Также проведена проверка показаний на месте. Похищенное имущество изъято, деньги злоумышленник успел потратить на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В конце августа муравленковские поисковики вернулись со Всероссийской летней вахты памяти. Отряд «Ратибор» вместе со своими единомышленниками из Архангельска, Екатеринбурга, Иркутска, Казани и Кемерово проводил раскопки в республике Карелия. Более 200 поисковиков разбили палаточный лагерь неподалеку от населенного пункта Лоймала Суаярвского района. Их основной задачей было поднять останки погибших солдат времен Советско-финской войны 1939-1940 годов. Как встретила поисковиков Карельская земля и насколько успешно прошла экспедиция, знает моя коллега Татьяна Бойко. Карелия, село Лоймала, Суаяровский плацдарм. Это реконструкция событий более чем с 70-летней давности – бой советских войск против финской армии. На этой земле боевые сражения проходили трижды – в период Советско-финской войны 1939 года, затем летом 1941 и 1944 года. В начале августа на Карельскую землю съехались несколько сотен поисковиков, в их числе 10 муравленковцев. На раскопки они отправились в свой отпуск. Не жалея, выбрав место отдыха, нигде все включено, а скорее все исключено. Спартанские условия не испугали даже 12-летнюю Аню Панкратенко. В экспедицию она отправилась вместе с родными и успешно прошла школу молодого поисковика. Все эти дни я помогала по кухне, помогала там с разборами палаток, на КПП ходила, на шлагбаум, помогала там. На раскоп еду относила, на раскопе там тоже помогала. Светлана – мама Ани в поисковой работе не новичок. С первой поездки на вахту памяти научилась говорить на одном языке с опытными поисковиками и работать в единой команде. Каждая поездка, она отличается очень сильно, разные впечатления, и при том все впечатления хорошие именно. Но вот в этот раз, конечно, было немножко тяжело, была очень сложная как бы яма. Там было 117 бойцов, и было вот с тяжелым сердцем как бы поднимали, потому что понимали, что это все-таки наши деды, прадеды воевали, и как бы было тяжело, что вот так вот поступили с нашими бойцами. За три недели поисковики подняли и перезахоронили останки более двухсот воинов рабочей крестьянской Красной Армии. Впереди не менее сложная работа – вернуть их имена. Были обнаружены не жетоны, как мы знаем, как мы в основном работаем по смертным медальонам, то вот именно Карелия отличается тем, что в 1939 году у солдат Красной Армии почему-то мы не находим медальонок, мы находим подписные вещи, это ложки. И вот в этом году, как раз в августе вот этого года, проводя экспедицию в Карелии, мы вот этих ложек нашли, подписных восемь с останками. Теперь, конечно, это сложнее – вести поиск и определять родственные связи. Но, тем не менее, надежда есть. Пока поисковики были в экспедиции, их родственникам пришлось изрядно поволноваться. В середине августа в Карелии несколько дней бушевал ураган. Место раскопок стихия, к счастью, обошла стороной. Реально, что по Карелии такой шторм прошел, и дорогу железную останавливали, и там даже было подтопление некоторых районов. Но там, где был наш поиск, вот именно Лоймало, населенный пункт, мы отделались, только испытали ветер, который порвал наши палатки, затопил часть там снаряжения. И дождь, который лил практически полтора суток, не останавливаясь. Но это малая часть того шторма, который был в целом по Карелии. У нас он коснулся таким эпизодом. Жизнь в полевых условиях не ограничивалась лишь поисковой работой. Хватало сил, времени и желания участвовать в конкурсах, соревнованиях и фестивале поисковой песни. А еще общими усилиями участники экспедиции в Палаточном городке выпускали боевой листок «Суаярский плацдарм». Статьи писали по ночам, печатали в брезентовой типографии, чтобы рано утром газета была в руках своего читателя. К концу осени состоится закрытие Всероссийской вахты памяти 2012. А весной будущего года участники раскопок вновь отправятся на поиски тех, кто до сих пор не вернулся с Великой войны. Татьяна Бойко, Владимир Федоров, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. Сегодня в Муравленко в торжественной обстановке была открыта аллея имени Юрия Зотова, человека, отдавшего большую часть своей жизни службе охране природы. Напомню, инициатива о реализации такого мероприятия исходила от Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса и Маланинского автономного округа. А вот практическая часть легла на администрацию города и всех, кто посчитал эту акцию не просто благородным поступком. В церемонии открытия аллеи участвовали представители городской администрации, руководители предприятий и учреждений, школьники, студенты, друзья, соседи и родственники Лесничева. Аллея имени Юрия Зотова расположена от 36 до 50 домов по улице Муравленко. Она представляет собой пешеходную дорожку, облагороженную деревьями. Здесь же установлен памятный знак с именем Юрия Зотова. Открытие аллеи по замыслу администрации Муравленко должно послужить не только в целях благоустройства города и быть просто местом для прогулок, а стать в том числе и напоминанием о том, что природа Ямала прекрасна, и беречь ее должен каждый. Имя этого человека очень много значит в жизни города. Долгие годы он был в Лесничем городом Муравленко. Я думаю, наверное, нет ни одного рыбака и охотника, которые бы не знали его. Память о таких людях должна жить в городе. Пока существует город, пока растут наши дети, должны быть те люди, на примере которого, на жизненном пути которого, должны учиться, быть примером. И за это, я думаю, это очень хорошее событие. Память и уважение муравленковцев к Юрию Зотову. В городе продолжаются мероприятия, приуроченные к 200-летию Отечественной войны 1812 года. На этот раз экскурс в историю Бородинского сражения провели для воспитанников детского сада «Солнышко». Детям наглядно показали и рассказали о наиболее значимых моментах этого памятного для российской истории события, о людях, которые, защищая свою отчизну, стали настоящими героями. Непосредственное участие в мероприятии приняли и сами воспитанники детского сада. День 8 сентября, славный день календаря, Бородинское сражение, всем врагам на устрашение, чтобы знали наперед, враг в России не пройдет. По мнению педагогов, необходимость таких мероприятий патриотической направленности трудно переоценить. Дети не только узнают историю своей страны, но и учатся гордиться ею. Это уже добрая традиция проводить такие мероприятия на 9 мая, вот сейчас к 200-летию. Великой Отечественной войны. Чтобы дети помнили и чтили свою родину, своих предков и гордились нашей великой страной. Эколого-краеведческий музей Муравленко вновь приглашает жителей и гостей города. Новые экспозиции, интересные выставки, обновленный интерьер залов. Моя коллега Оксана Гетерман увидела все своими глазами и расскажет о планах музея на ближайшее время. В этом году отмечается 100-летие со дня рождения Виктора Ивановича Муравленко. В связи с этим событием зал городской истории эколого-краеведческого музея представлен полностью обновленным. Экспозиция раскрыта в двух темах. История нашего города, которая изображена на фотографиях в виде кинопленки, и жизнь человека эпохи Виктора Ивановича Муравленко. В зале истории появилось то, что мы попытались реставрировать рабочий кабинет Виктора Ивановича. Представлены фотографии его трудовых будней, его семьи. Также в витрине можно увидеть непосредственно те награды, которые не выставлялись. Собранные в интерьере мебель, мемориальные вещи, библиотека Виктора Ивановича, страницы диссертации дают уникальную возможность почувствовать сопричастность с тем временем, в котором жил выдающийся нефтяник. Виктор Иванович Муравленко не любил журналистской суеты и позировать перед камерами. В эколого-краеведческом музее можно увидеть эти уникальные кадры и услышать голос человека эпохи, в честь которого назван наш город. Запад и Осипи – это решек, который нужно раскусить прежде всего кульмон и напарливать здесь. Изменения произошли и в зале флоры и фауны. Немного поменялся интерьер, появились новые витрины, в которых представлены экспонаты из фондов эколого-краеведческого музея, ранее не выставлявшиеся. Как вы видите, вот эти экспонаты вообще не выставлялись. Если челюсть мамонта, носорога, череп, то выставлялись, зубы мамонтенка, то в этой витрине непосредственно те экспонаты, которые не выставлялись. Обновилась экспозиция в зале этнографии. Она дополнилась новыми предметами хантыйской и ненецкой культур. В фойе можно познакомиться с предметами народных промыслов России. А совсем скоро любители прекрасного также порадует выставка из фондов музея города Ноябрьск «Путешествие в мир растений». Оксана Гетерман, Михаил Муштареев, телерадиокомпания «Муравленка ТВ». 13 сентября в Доме культуры Украины для жителей Муравленка распахнула свои двери необычная ярмарка. Пчеловоды привезли различные сорта меда из Башкирии, Алтая, Краснодарского края и Омска. Кроме этого, на ярмарке представлена уникальная авторская коллекция украшений из натуральных камней Татьяны Бересневой, а также коллекция этнических музыкальных инструментов, амулетов, оберегов со всего света и сувениров. О том, какими еще товарами организаторы ярмарки решили удивить муравленковцев, расскажет Анастасия Попова. Сюжет на правах рекламы. На любой вкус, цвет и запах. Три кочевых пасеки представлены в Муравленка. Алтайская, Башкирская и Краснодарская. Основная представлена Омской областью. В ассортименте более 20 разновидностей меда. Липовый, донниковый, гречишный. Основной акцент организаторы делают на здоровье и красоту. Любой вид меда обладает бактерицидными свойствами и является очень полезным, в особенности при простудных заболеваниях. Меда все качественные. Очень хорошая сейчас коллекция медов. Есть и липа, есть и каштан. Каштан самый полезный, самый лечебный мед. Очень вкусная башкирская липа с маточным молочком. И очень полезная. Маточное молочко – это один из самых полезных пчелопродуктов. Один из самых дорогих. Есть мед с пиргой. Пиргу вот просто отдельно. Даже сейчас, как раз перед зимой, надо обязательно пропить две недельки пиргу. Также в Доме культуры Украины, где проходит ярмарка, представлены изделия из бамбука. Они являются экологически чистыми и по качеству сравнимы с шелковыми. Сувениры из камня, эфирные масла, алтайские травы и белорусская косметика. Это и многое другое могут приобрести посетители необычной ярмарки. Пожалуй, одним из самых интересных стендов с представленной продукцией являются авторские украшения Татьяны Бересневой. Дизайнер сотрудничает с мэтрами отечественной модной индустрии и представляет украшения не только в России, но и за рубежом. Все изделия выполнены из натуральных камней в изысканной оправе из кружева. Редкие минералы, которые я привезла, мы не на каждой выставке встретим. Это черные голубые кораллы, это гиацинты, это эфдиолит лопарская кровь, это чараид, это единственное месторождение в нашей стране. Поэтому даже посмотреть на редчайшие минералы – удовольствие. Те, кто интересуется культурой других народов, может приобрести здесь индейские амулеты, китайские и еврейские медальоны. На выставке продажи представлены различные этнические музыкальные инструменты. В том числе здесь можно приобрести тибетскую поющую чашу. Покупателям стоит поторопиться. Ярмарка продлится в Муравленко до 15 сентября включительно. Анастасия Попова, Михаил Муштареев, телерадиокомпания Муравленко ТВ. Это все, о чем сегодня успели рассказать журналисты компании Муравленко ТВ. Этот и другие выпуски новостей вы найдете на официальном сайте города. Муравленко.ком. Смотрите нас не только в телеэфире, но и в интернете в любое удобное для вас время. А я на этом с вами прощаюсь. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Не переключайтесь. Бережная аптека. Бережное давление 743 миллиметра ртутного столба. В бережной аптеке всегда значительная экономия. Бережная аптека бережет здоровье, экономит деньги.